Встреча с арестом Фургала Но тогда спрашивается, почему же молчали целые 15 лет Зато, добавил он, ему каждый год настоятели рекомендовали выйти из ЛДПР На травлю Фургала, по его мнению, брошена вся проплаченная пресса Кроме того, его арестовав, сразу перевезли в Москву, в Лефортово Он добавил, что Лефортово, похоже, осталось у нас одной тюрьмой уже на всю страну И занимались всем только московские следователи Всем другим следователям, похоже, в Кремле не доверяют Также он добавил, что на его взгляд это очень серьезная ошибка Дальше он, по сути, сказал, что ЛДПР подключится к уже все нарастающей протестной кампании против Путина Конкретно он заявил, что вся фракция ЛДПР может прийти в Лефортово и там стоять Около Лефортово, пока Фургала не освободят Кроме того, могут подать в отставку губернатора ЛДПР У них губернатор в Смоленске и во Владимире Кроме того, они могут выйти из состава ЦИК и счетной палаты Еще одна причина ареста, на его взгляд, в том, что Фургал отказался ежегодно возить в Москву положенную дань, положенную в Зетлу В Москве, на его взгляд, свято исповедуют принцип Надо дать Но если этот принцип кто-то не исполняет, тогда и Луле Фортово Зато, когда их фракция просит посадить настоящих коррупционеров, их почему-то не сажают Хотя ЛДПР всегда просила об этом только на основе фактов Он полагает, что такие действия Кремля могут взорвать Дальний Восток Поскольку там очень непростая обстановка Также он сказал, что он отказался уговорить Фургала уйти в отставку Зато, подчеркнул, мы можем сделать прямо противоположное Вся фракция ЛДПР в Госдуме может уйти в отставку Дальше он упрекнул Кремль в том, что ЛДПР поддержала поправки Конституции Конкретно он сказал, вам Конституция нужна, мы вам дали Конституцию А вы нам наручники за это надеваете Все как при Сталине хотите Но предупреждаю, у вас воронков на всех не хватит И он еще раз подчеркнул, что фракция ЛДПР готова присоединиться к протестным акциям и выйти на улицу И он сказал, тогда вас никакая Росгвардия не спасет Кроме того, он думает, что армия будет на их стороне Многие офицеры уже и сейчас на их стороне А вы все будете бежать, будете все скрывать, что вы единая Россия Послушайте, что сейчас говорят люди в провинции о единой России И почитайте, что люди пишут о единой России в социальных сетях Дальше он призвал Путина и компанию остановиться И напомнил, что впереди очень тяжелые годы Впереди голод И заявил, что мы сделаем революцию Мы не большевики Это они напортачили, а мы действительно сделаем революцию Сейчас подросло поколение, которое вам ничего не простит Которое вас всех накажет Володин в ответ заявил, что так выступать с парламентской трибуны нельзя И долго, и пространно об этом рассуждал Ну, впрочем, давайте просто посмотрим этот сюжет Сегодня утром произошло ЧП, на наш взгляд Был арестован губернатор Хабаровского края Фургал Сергей Иванович Ему предъявлено, так сказать, пока еще нет обвинения, оно будет предъявлено позже Но есть информация, что он обвиняется в том, что что-то произошло в 2004 году Кого-то там убили в Хабаровском крае И где-то каким-то боком, возможно, он причастен Исследуйте Чего вы 14 лет молчали? 15 лет, что вы молчали? Он выдвигался кандидатом в краевую Хабаровскую думу Вы молчали, чист, хорошо Трижды депутат, одномандатник в Государственную думу Молчите Губернатором выдвигается Молчите Второй тур, он вам не нужен Так давайте скорее, скорее, Сергей Иванович Вот, завтра возбуждаем уголовное дело Вы молчите И Трутнев, вице-губернатор, он за все это ответственный После победы Фургала тут же начинается гонение Выйди из ЛДПР Каждый год Выйди из ЛДПР Всю проплаченную прессу направили Все только самое плохое, что есть в мире Все это Фургал, который начал только работать два с половиной года Прекрасный завод комсомольственного Амур Амурсталь Снабжает металлом весь Дальний Восток Президент смотрел и говорил Что это завод президентского внимания Закупалось оборудование Брались кредиты Вышена рентабельность Все отлично Но и сидит в Москве некто Балицкий Новый Березовский Он с китайцами договорился Им понравился завод Надо остановить Выкинуть все это оборудование Как в 90-е Китайцы заведут свое И будут там какие-то лампочки выпускать Дикость Грабит завод Передел собственности Директор завода работает там с 1976 года Старейший ревня Он не хочет уходить Балицкий свои доли не отдает У них под нажимом скупил Давлением в самом страшном И естественно выкинул директора Прекратились все расчеты Люди на улице Тысячи людей Причина экономическая Шершеляфам в одном случае А в другом случае корыстные побуждения Кому нужен Хабаровский край? Балицкому, который сидит в Москве Кто он такой? Его арестуйте! Да трудного выгнать нужно с работы Это он должен курировать Дальний Восток Но не в Москве сидеть Как министр Дальнего Востока Козлов и Трутнев Сидят в Москве Вы что курируете? Где Дальний Восток? Где Москва? Даже врачи не всегда могут делать операции На большом расстоянии И привезли в Лефортово У вас в Лефортово теперь тюрьма Одна на всю страну И арестовывают только Московские следователи Всем следователям Вы не доверяете Это же все ведет к плохим последствиям Это ошибка очередная Мы все сделали Я обращался к Бортникову К Бастрыкину К Колокольцеву К президенту Ко всем Несколько раз Резолюции Доложить 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 Вот доложили Арестовали Не того арестовали Кто там занимается врительством А того, кого парламентская партия берет под защиту Это вообще Куда-нибудь годится В какие-нибудь ворота это лезет Это ошибка Мы можем вывести всех депутатов фракции ЛДПР К Лефортово И стоять там до тех пор Пока не освободят фургала Можем попросить наших губернаторов Подать в отставку Из солидарности Смоленску Владимир Выйти из состава ЦИК Из состава счетной палаты Левченко, губернатор Иркутской области Он написал Потому что он знает, что у него рельсы в пушку А наши чистые писать не будут по собственному желанию Пускай жулики уходят по собственному желанию Еще один момент скажу, почему брали Приходит к нему бывший руководитель аппарата Бывшего губернатора Говорит, Сергей Иванович, надо в Москву везти Ящичек Называет сумму Мы это каждый год возим И так по всей стране Пока эту тотальную коррупцию не перебьем Не будет Он не стал возить три года Три коробки он не привез туда, в Москву Вот и все Надо возить Надо дать Надо ждать Я в молодости неправильно понял На работу устраиваюсь К кадровику прихожу Он говорит, надо ждать Надо ждать Я думал, ждать надо По времени Потом мне сказали Надо ждать Дать надо чиновнику советскому И все будет у тебя И работа, и зарплата И здесь Сергей Иванович, надо ждать Дать надо Ах, не даешь Ты честный Вот такие девственники Так сказать ЛДПР Ну так, пожалуйста В Лефортово Это издевательство Это наш позор Мы сами себя дискредитируем Даже парламентская партия не может стать в защиту И наоборот Просим посадить Не сажают Бухгалтер украл 30 миллионов Три года идет дело Перебрасывают МВД Следственное И не сажают Это что такое вообще? Какой-то Балицкий диктует условия Все кадровые Бухгалтер Мошенник Дикость Во всех местах по стране Архангельск, Новосибирск, Ростов, Липецк, Ставрополь Просим посадить Вот мошенники Вот украли Ни одного не посадили Это что за правоохранительные органы? Мы же ненависть вызываем Ненависть Это Вышли люди против царя Ненависть была к царскому режиму Не стали защищать советскую власть Ненависть Главное Деньги играют роль Очень много подставных Очень много проплаченных действий Революции, войны Но накладывается все на ненависть Как сейчас негры Проплачено, организовано Но нужна вековая ненависть Черных против белых И белых против черных И вот маленькая революция идет Но здесь-то у нас Ну для чего они делают? У них глаза уже слепые И уши Вы понимаете, что вы взорвете Дальний Восток Там очень напряженная обстановка Там ненавидят Кожемяку Дальний Восток Там Амурская область губернатор Всех В Якутии что там творит? Видите, он там по-другому относится К поправкам и все Он становится оппозиционным И китайская разведка там, видимо, действует И японская Вместо того, чтобы сплочение Стабильность из центра Ну так же нельзя Я хочу поблагодарить Чиновников высшего разряда Что они меня не уговорили Чтобы я уговорил Фургала уйти по-доброму Иначе потом избиратели сказали бы А, ЛДПР Голосуешь за них А они сдают свои посты Нет Ничего не сдаем А в кассе протеста можем сделать Сложить полномочия Надо фракция ЛДПР Сдаст полномочия и уйдет отсюда Пусть весь мир узнает Что это за бардак в стране Вам конституция нужна? Мы вам дали конституцию А вы нам наручники на руки одеваете Бессовестные Сидите в высоких кабинетах И как пристали Начинаете действовать Но борников не беря И воронков у вас не хватит И мы не хребры Если мы все выйдем Никакой ваш Росгвардия не спасет И армия будет на нашей стороне Они и сегодня офицеры На нашей стороне Это же чудовищно Так же нельзя действовать Так нельзя действовать Да вы сами будете бежать Вы сами будете скрывать Что вы из День России Вы здесь смелые Вы выйдете в любой город Провинциальный русский Вас закидают камнями Если узнают Что вы из День России Вы в сети войдите Там посмотрите Что происходит А там где вам организовывают митинги Организовывают прихлебатели Хлопают Это было и при царе Это было и везде было И всегда будет Поэтому Вовремя остановитесь Впереди самые тяжелые годы Впереди голод Безработица Еще болезни Чума у наших границ А нас опять обманывают Нам она не грозит Но она на границе стоит Чума Что она монголам угрожает Китайцам угрожает А русским нет Пять метров впереди уже Россия Нет Нам чума не грозит Когда сдохнет 200 человек Тогда вы карантин объявите То придет время Мы вам вашей власти объявим карантин И последний Это мы проведем революцию Не то что там большевики все напортачили Ельцин напортачил Сейчас подросло поколение Которое вам ничто не простит И всех вас накажет За то что вы творите На нашей земле Не мешайте нам жить хорошо Свободно Радостно Ресурсов полно Людей полно Но руки у вас у некоторых грязные И мысли у вас поганые Уважаемые коллеги В соответствии с нашим регламентом Вы знаете У каждого руководителя политической фракции Есть возможность выступить Сегодня Время и день Для таких выступлений Но со своей стороны Хотел бы попросить Руководствоваться законом И только законом Эмоция здесь Не лучший помощник Для любой политической фракции Любой фракции Любой партии Ситуация Которую Владимир Вольфович Обсуждал Является очень неприятной И в жизни Всех политических фракций Партии Такие ситуации были Сегодня Эта ситуация Произошла По отношению к губернатору Хабаровского края Перед законом Все равны Предъявлено обвинение Очень серьезное Правоохранительные органы Сделали все правильно Процессуально Также было Сделано По отношению Губернатора Сахалина Когда его Для проведения Следственных мероприятий Привезли В Москву Сахалина Здесь в данном случае С Хабаровск Сюда Чтобы не было Давления Влияния На следствие На прохранительные органы Вы правильно сказали Мы Не всех знаем И мы не знаем Что было В 2003 Что было В 2004 И неправильно Партии И вам Владимир Вольфович На себя Это все тоже Брать Потому что И мы не знаем Мы не знаем Но если Ситуация Сложилась Таким образом Что Стало известно О нарушении Закона Несмотря на то Что это было 15-16 лет назад Тем более В рамках Такого Серьезного Вопроса Как обвинение В заказном Убийстве Кто бы Не принадлежал Какой партии Партии Власти Или партия Оппозиционной Перед законом Все равны И здесь Это нужно Принять Нам всем Причем Когда Начинаем Говорить О партии Парламентского Большинства Больше всего Претензии В этой части Потому что Больше всего Представлителей Этой партии И в депутатском Корписе И среди Губернаторов А мы Вот С вами Буквально По этому Вчера Был сюжет В отношении Кандидата На пост Губернатора Астраханской Области Женщина Представляла Справедливую Россию Так А Или помощник Чудовищная История Чудовищная Взяла Ребенка Закатала В бетон Коллеги И Вы Хотите Скать Что Если Она Представляет Оппозиционную Партию Значит Нельзя Этот вопрос Рассматривать Это значит Гонение На оппозицию Мы О чем Говорим Мы В правом Государстве Живем Поэтому Наша Задача С вами Чтобы Была Объективность Наша Задача С вами Чтобы Законность Была Обеспечена Вы Имеете Все возможности Для того Чтобы Это Сделать Но Нельзя Шантажировать И Нельзя Диалог Переводить В тему Революции В тему Угроз Вот так Разрушается Государство Мы С вами Не должны По этому Пути Пойти Потому Что Есть История Которая Показывает Что Это Трагедия Надо Этого Нам Не Допускать Поэтому Давайте Делать Все Для Того Чтобы Власть Была Чистая Эффективная И Независимо От Какой Значок Партийный Носит Губернатор Депутат Перед Законом Равны А вот Все Остальное Берите Контролируйте Берите Обеспечивайте Объективность И так Далее И так Далее Коллеги Просьба Значит Вокруг Этого Не Создавать Политическую Обстановку И Напряжение Если Вы Видите Где-то Что-то Не так Есть Процессуальные Возможности Надо Их Использовать Но Не Переносить Это В Плоскость Шантажа И Революции Коллеги Поддерживаем Поддерживаем При этом Владимир Вольфович Мы вас Уважаем И Понимаем Что Так Б Мог Выступить И Сергей Иванович И Геннадий Андреевич И Сергей Михайлович Добавлю От Себе Думаю Что Все Нарастающая Раздрайва Власти Четко Показывает Что Для Режима Путина Наступают Тяжелые Времена Если Понравился Ролик Ставьте Лайки Подписывайтесь На канал Делитесь Роликом В социальных Сетях Продолжение следует Продолжение следует